Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе этой замечательной книги, беседы Рэвы по недельным главам. И сегодня недельная глава Эммор. И беседа называется «Три аспекта воспитания». В начале нашей недельной главы Тора приказывает Коэнам, чтобы они не осквернялись нечистотой мертвого. Этот приказ сказан в Торе с удвоением. «Говори Коэнам, сыновья Мороны, скажи». Удвоенное выражение «говори и скажи» показывает нам о том, что есть необходимость, как мгновенно отмечает Раша, предупредить взрослых относительно детей. Это не первый раз, когда Тора предупреждает взрослых относительно детей. Говорят мудрецы, что это выражение появляется в Торе три раза, когда речь идет о запрете употребления в пище насекомых. Насекомых и пресмыкающихся, запрете употребления в пищу крови и запрете для Коэнов становиться ритуально нечистыми. Почему именно здесь Тора подчеркивает важность воспитания? Почему? А потому что в каждом из приведенных примеров воспитатель склонен отчаяться и опустить руки. Именно поэтому Торе необходимо укрепить нас. Характерное свойство запрета употребления в пище насекомых – это вещь, которая человеку омерзительна. Характерное свойство запрета употребления в пищу крови – сыновья Израиля привыкли ее есть. Если есть характеристика запрета ритуальной нечистоты Коэнов, как и все вещи, связанные с ритуальной нечистотой, этот запрет невозможно постичь и понять человеческим разумом. Он стоит выше разума. Отсюда мы можем выучить три важных правила воспитания. Итак, первое. Когда человек сталкивается с самым ужасным и порочным состоянием, с самым низким и грубым поведением, он склонен подумать, что в таком положении нет никакой надежды воспитать, изменить человека к лучшему. Именно здесь Торо говорит нам, что даже когда речь идет о человеке, который употребляет в пищу насекомых, вещь, которая доказывает, что его поведение выходит за рамки человеческих стандартов, все равно остается обязанность воспитания и возможность наставить его на правильный, на верный путь. Второе. Некоторые утверждают, что воспитание может помочь, лишь пока человек не приобрел привычку идти по плохому пути, пока он не испортился. Если же он уже перешел грани и идет по неверному пути, сделав этот путь привычным для себя, воспитание уже не поможет. И нет смысла прикладывать усилия. Торо же учит нас, что даже в том, к чему сыновья Израиля так привыкли и погрязли, как употребление крови в пищу, есть обязанность воспитания. И отсюда мы видим, что можно благодаря хорошему воспитанию изменить в человеке даже те вещи, которые стали его второй натурой. И, наконец, третье. Есть те, кто полагают, что воспитание можно заниматься лишь тогда, когда речь идет о вещах логически объяснимых. О вещах, связанных с верой, нет понятия воспитания. Если человек утверждает, что он не верит, с ним ничего не поделаешь. Торо же, в вопросе нечистоты Каэнов, что является понятием, стоящим выше разума, подчеркивает именно обязанность воспитания, дабы научить нас, что воспитание действует. И в вопросах, связанных с верой. И нет ни малейшей причины опускать руки. Ведь в глубине своего сердца каждый еврей проникнут верой, и воспитание лишь помогает ему открыть эту веру внутри себя. Ведь внутри каждого еврея есть частичка Всевышнего, частичка Бога, которая связывает его с ним всегда и очень прочно. Когда Торо приказывает нам сделать что-либо, из этого не просто следует, что это возможно, но более того, сам этот приказ дает силы осуществить данную заповедь. Всевышний не требует от человека того, что он сделать не в состоянии. И следовательно, когда Всевышний требует что-то, то он дает силы это реализовать. На самом деле это проверено на опыте. Когда Всевышний дает нам заповедь, и мы хотим сделать это, он дает нам и силы, и возможности, и все условия для этого. И все сходится, все получается, и все удается. Замечательной новой недели и успехов во всех делах! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!